Транспортный маскарад как средство борьбы с вирусом во время карантина. Больше половины одесских маршруток не вышли на рейсы. По словам чиновников, это из-за того, что около 40% водителей живут в пригороде. Остальные боятся штрафных санкций. Очень сложно проконтролировать, чтобы в салоне находилось не больше 10 пассажиров. Количество электротранспорта на рейсах остается прежним. Но проконтролировать также до 20 человек достаточно сложно. Но при этом нужно отметить, что очень много людей не соблюдают правила безопасности и не одевают маски. Многие ссылаются на то, что их просто очень сложно купить в аптеках. Маршруток стало меньше. Очереди наконечных выстроились уже с утра. С жилмассивов добраться вовремя в центр в первой половине дня было почти нереально. Рано утром в полшестого утра я могу сказать, что 7-й трамвай и 168-я маршрутка были реально битком забиты. Где-то часов до 9 утра длилось. А потом уже нормально ездят маршрутки, и люди сидячие только места заняты. 190-й, 120-й маршруток стало почти в 4 раза меньше. Забивались они наглухо людьми даже после обеда. Вы видели, сколько сейчас людей в маршрутку зашло? А что делать? Они даже не будут отказываться от того, что они набирают много людей. Бензин дорого, запчасти дорого. Им надо как-то это все отбивать. Такой коллапс дополнительной обозможной заработой для таксистов. 50 гривен подъехала машина, 50 гривен за одного человека. Ага, то есть предлагают сразу по несколько человек? Ну вот, уехала машина. Но эти 50 гривен, наверное, надо заработать. Чиновники рекомендовали водителям маршруток в случае, если пассажиры отказываются выходить, вызывать полицию. Я говорю, ребята, 10 человек, если можно, говорю, там, ждите следующие. Они не захотели. Ага. А в таких случаях вам дают какие-то рекомендации, что делать? Я звонил на 102. И долго пришлось ждать? Они вышли. Они вышли, я 4 минуты постоял, они вышли. И там женщина была, тоже вышла. Ну а как вы соблюдаете эту меру в 10 человек? Каждый раз высчитываете? Нет, так я на мосту Пересевском стоял, у меня было 7 человек. Я поехал одного, взял 8, вместе прикинул, на сахарные выходили, и трое зашли. Я говорю, там 10 человек можно, и все. У нас как бы на маршруте чуть-чуть меньше там. А так в целом по городу, да, сегодня мало маршруток. Какой интервал между маршрутками сейчас стал? Уменьшился он? 5-6 минут. И скажите, много ли сегодня было от водителей обращений в правоохранительные органы, из-за того, что не соблюдают пассажиры вот эти правила? Пассажиры, да, без масок лезут и ругаются, и хамят водителям. Ну, такое, да. Как он будет с ними бороться? Он же не будет их выгонять там, или закроет дверь и будет ждать, пока приедет полиция. Это же тоже не выход. Мы проанализировали, есть три основные причины, по которым транспорт не вышел. Первая причина – это то, что ограничено, прекращено полностью межгородское и пригородное сообщение. Большая часть водителей, это порядка 35-40%, которые работают в предприятиях, это жители пригорода, либо, ну, городов там, Исмаил, Черноморск и так далее. Вторая немаловажная причина – это экономическая причина, то есть 10 человек в транспортном средстве. Мы прекрасно знаем, что в большинстве частных парков это привлеченный транспорт, а водители не вытягивают даже себе на зарплату. И третья причина – это боязнь. Боязнь водителей, в первую очередь, это заразиться. И вторая – это получить штраф от полиции. Что касается электротранспорта, то и там без конфликтов не обошлось. Что уж говорить о масках. Их действительно надевают меньше 10% пассажиров. Ну и приобрести их сегодня проблематично. Я живу в доме пятиэтажки по проспекту Гагарина. У нас своя там аптека на первом этаже. Масок там нет, от когда идет карантин. Ни масок, ни… А во многих аптеках вы еще спрашивали? Да. Люди в масках, ну, многие, но не все. А сколько на маршруте примерно было, ну, ориентировочно? Человек 20, наверное, в троллейбусе было. Но не больше. Не делали, да, в этом плане кондукторы замечаний, чтобы там… Если больше… Нет, объявляют каждый раз. Вот я на конечные, мы были там, в этот самый… Объявляли, чтобы не садились больше 20 человек, чтобы были на расстоянии. Что касается дезинфекции, то с этим вроде порядок. Правда, некоторые маршруты обрабатывают на всех конечных, а другие лишь изредка. Вот таким вот средством обрабатывают. И что вы, и сиденья, и поручни? Поручни, где люди держатся. Начиная с дверей. Поручни эти все. За что люди держатся, что я обрабатываю. Это средство, оно тут пишется, что в течение трех часов убивает. В любом случае, защита от вирусов – это и личная, и коллективная ответственность каждого. Если есть возможность, то лучше ходить пешком. Дмитрий Богомолов, Василий Базовлук, Константин Ищерет, телеканал «Репортер». Пропустируйтесь, не заметите? Пропустируйтесь, не заметите? Пропустируйтесь.